Смотрите в этом выпуске. Сегодня доля малого и среднего бизнеса составляет от 20 до 30 процентов. Сергей Кравчук обсудил с предпринимателями проблемы малого и среднего бизнеса. Для нас это вообще как они разыгрываются, это как будто какое-то произведение скрябельное очередное. Павел Коган дал концерт в Хабаровске. У нас территория достаточно большая и это привлекает не только японцев, но и многих иностранных инвесторов. Японские бизнесмены представили проект малоэтажного строительства в Хабаровске. С этого возраста начинается появление важного внутреннего стержня. Психологи уверяют, что дети в 14 лет готовы получать паспорт. Можно было только ради этого ехать в лагерь. В многопрофильном лицее Хабаровска закончились юнормейские сборы. Ты узнаешь что-то новое, смотришь на других девочек. Открытое первенство города по художественной гимнастике «Амурский ручеек» прошло в Хабаровске. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук побеседовал с предпринимателями города. Всем известно, малый и средний бизнес – это фундамент государственной экономики. В нашем городе эта истина подтверждена реальными цифрами. Сегодня доля малого и среднего бизнеса составляет от 20 до 30%. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что у хабаровских бизнесменов нет проблем. Есть. Но власти об этом знают. И значит, соответствующая работа ведется. Есть у хабаровских бизнесменов и успехи. Например, общественный транспорт. Предприниматели и жители Владивостока даже завидуют. Они отмечают, что общественный транспорт города Хабаровска сейчас на голову выше, чем общественный транспорт города Владивостока. Наши жители об этом очень мало знают. То есть, это мало где информация проходит. Такая проблема тоже есть, но только не на нашем телеканале. Например, одна из женщин-предпринимателей посетовала мэру на то, что СМИ мало времени уделяют тем, кто совмещает бизнес с делами семейными. Займутся наши профессионалы. У нас хабаровская студия телевидения – это большая аудитория города Хабаровска. И я уверен, что, показав вашу работу, вашу роль в малом и среднем предпринимательстве, многие молодые девчонки, которые, придя с института, обязательно загорятся. Прежде всего, придут к вам за советом. Потом к нам за деньгами. Мы вместе что-то должны сделать. Всегда готовы сделать. Сергей Щербаков, Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. Дальневосточный гектар с японским акцентом – будущее. Насколько далекое? Это пытались выяснить предприниматели хабаровской Нейгаты на международной конференции, посвященной строительству. У нас территория достаточно большая, и это привлекает не только японцев, но и многих иностранных инвесторов может привлечь. Поэтому как раз это направление должно послужить толчком для развития взаимных отношений между представителями строительной индустрии Хабаровского края и японской стороны. В июле этого года японцы приезжали в Хабаровск со знакомительным визитом. В ходе беседы с представителями администрации и Министерства строительства гости города поняли, что нужно подготовить свои предложения для дальнейшего сотрудничества. Спустя несколько месяцев шесть предпринимателей из Нейгаты представили строительные проекты, подходящие для Хабаровска. В марте следующего года у нас, у нашей организации, запланировано открытие офиса представительства в Хабаровске. И тогда мы уже сможем работать более плотно, более детально. Будут уже какие-то деловые отношения и сделки между представителями строительного бизнеса Нейгаты и Хабаровска. Благодаря представительству у хабаровчан может появиться возможность получить дом под ключ японского качества. Главный вектор у предпринимателей направлен на малоэтажное строительство. В Хабаровске на самом деле это может быть очень перспективным видом строительства. Территории есть, которые застраивают, но к ним необходимо подводить инфраструктуру. Как раз японские специалисты привезли технологии по своеобразной нау-хау в области прокладки инженерных систем, подведения инфраструктурных сооружений, обустройства, поставки материалов, организации поставки материалов и всего сопутствующего к этому. Как скоро в Хабаровске появятся малоэтажные японские дома, а высококачественные строительные материалы станут более доступными, узнаете в одном из выпусков программы «Хабаровск. Инвестиции». Олеся Куприна, Евгений Власов. «Хабаровск. События». Последняя шлифовка перед концертом. Дирижер с мировым именем Павел Коган приехал с оркестра Московской филармонии уже в 19-й город. В каждом играют музыку высочайшего качества. В Большом симфоническом туре маэстро и музыканты находятся больше месяца. С таким размахом отмечается 75-летний юбилей Московской филармонии. Впервые российский симфонический коллектив отправился в такое масштабное путешествие. Этот тур готовили три года совместно с Министерством культуры страны. Учитывая то, что мы, конечно же, приезжая в каждый город, должны быть в форме, так как оркестр везде, где выступает, должен предстать перед слушателями в наилучшей своей форме, никогда не опускаясь ниже тех высочайших стандартов, которыми славится коллектив. Так что это непростая задача. Народный артист России, обладатель французского ордена искусств и культуры Павел Коган входит в десятку лучших дирижеров мира. В Хабаровск он привез вальсы и полонезы, музыку великосветских балов. На последней репетиции присутствуют зрители. Студенты колледжа искусств, их педагоги и музыканты-любители смотрят, как произведения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского звучат из инструментов мастеров. Мне, как слушателю, просто оттуда кажется, что все идеально. Для нас это вообще как они разыгрываются, это как будто какое-то произведение скрябельное очередное. В каждом городе дирижер вовлекает в программу как можно больше молодых людей, слушателей и музыкантов. Оркестр Московской филармонии в родном городе даже играет две программы – легкую классику для новичков и изящную для искушенных. Моей важнейшей задачей является привлечение молодых людей в качестве слушателей классической музыки, классического симфонического искусства. Я очень радуюсь, когда я вижу в аудитории значительное количество молодежи. В Хабаровске Павел Коган провел открытую репетицию, дал концерт. Впереди встреча со студентами Института культуры. Дальше – последняя точка симфонического тура – Владивосток. За движениями смычков следили Яна Коробицына, Андрей Третьяков. Хабаровск – события. Десяти подросткам Кировского района торжественно вручили паспорта. Такие церемонии проводят ежегодно. В этот раз мероприятие приурочено ко Дню Народного Единства. Вы сегодня перешагнули тот рубеж, когда, наверное, о каждом из вас можно сказать. Вам еще только 14 лет. Вы уже взрослые и вполне самостоятельные люди. Паспорт получают в 14 лет. С психологической точки зрения ребята готовы к этому событию. С этого возраста начинается появление важного внутреннего стержня в психике подростка. Называется рефлексия. То есть способность взрослого, почти что человека, задумываться о своем поведении. Надо говорить о том, что этот возраст как раз возраст истинного взросления. Но не полноценного. Как утверждают психологи, 14 лет – оптимальный возраст для получения паспорта. Ребенок заступает на стадию взросления и передвигать возрастные рамки не стоит. С этим согласны и сами ребята. Та учебная деятельность, которая наполняла жизнь подростка с 7 до 14, она в какой-то момент начинает меняться. Подросток раскрывается с другой стороны. У него появляется то, что называется очень странным, скучным словом – межличностная активность. Как раз с этого момента у подростков формируется огромное количество связей с друзьями. 14 лет – это оптимальный возраст, потому что дети осознают то, что они уже взрослые граждане и у них больше всего энтузиазма. Я считаю, что 14 лет – это оптимальный возраст для получения паспорта, потому что человек становится более умнее. С получением первого паспорта граждане России имеют право открыть счет в банке, легально устроиться на работу, обратиться в суд для защиты своих прав. Вместе с этим подростки с 14 лет несут уголовную ответственность по некоторым статьям. Это наступление как ответственность, можно уже доказать то, что кто-то есть. Можно, ну, у тебя на связи некие права и все остальные обязанности, да. Получение первого паспорта – важное событие не только для детей, но и для их родителей. Волнующее событие – уже ребенок взрослый осознает, что он реально взрослый. Паспорт, как основной документ, вручается подросткам не во всех странах. Например, основной документ подтверждения личности в США – водительские права. Выдаются они тоже с 14 лет. Тем, кто не водит машину, выдают идентификационную карту. В Германии документ, удостоверяющий личность, выдается с 16 лет. Владислав Игнатьев, Евгений Власов, Хабаровск. События. Осенние каникулы в самом разгаре, а их из школы не выгонишь и метлой. Учащиеся многопрофильного лицея Хабаровска три дня провели в стенах образовательного учреждения. Здесь спали, здесь пели, танцевали и учились дружить. Мы тут делали все. У нас было шестиразовое питание. Начнем с этого. Отъелись. Да, можно было только ради этого ехать в лагерь. Прожить несколько дней в школе захотело больше сотни учащихся пятых-одиннадцатых классов. Их разбили на четыре отряда, причем старшие были наставниками у младших. Куролесили по ночам в школе? Мы, ну, дети куролесили, мы пытались их успокоить. Но это же дети. Проведенное вместе время помогло по-новому увидеть друг друга и педагогам, и ученикам. Она узнала нас с другой стороны, не как там каких-нибудь раздолбаев и балбесов, а как настоящих добрых детей. И мы также узнали Веронику Алексеевну не как учителя, который только объясняет и пытается вбить в голову детям всякую информацию, а как настоящего друга и человека, который поддержит тебя в любой момент. Такие юнормейские сборы в лицее проводят уже третий год подряд. По мнению организаторов, патриотическое воспитание – это не только умение разбирать и собирать автомат и шагать в ногу, но гармоничное развитие личности в целом. Ребятки наши в таком возрасте находятся, когда возникают трудности общения. Гаджеты, к сожалению, забивают всё, поэтому живого человеческого общения очень не хватает. Поэтому на этих сборах с ними работал ещё и психолог. Мы же знаем, допустим, что средний возраст, ребята, которые начинают бороться со всем обществом, начиная с собственной семьи и заканчивая государством, они по-другому начинают относиться к педагогам, они начинают по-другому на них смотреть, они по-другому воспринимают требования педагогов. И это уже не давление с их точки зрения, а это уже помощь, забота и так далее. Раскладушки и матрасы сложены, сборы закончены, и сегодня школьники отправляются по домам. В завершение смены в юнармию приняли 27 особо отличившихся учеников. Наталья Чернышова, Дмитрий Попуша, Хабаровск. События. Амурский рычеёк – это открытое первенство города по художественной гимнастике. Оно проводится каждый год осенью и носит не столько соревновательный характер, сколько ознакомительный. Эти соревнования традиционные. На них происходит обмен опытом между тренерами, между гимнастками, укрепление дружественных связей, также между гимнастками и тренерами. Ты узнаёшь что-то новое, смотришь на других девочек, как они выступают, и потом можешь, когда в будущем уже вырасти и делать точно так же, как и старшие девочки. На Амурском ручейке гимнастки выступают только в индивидуальной программе. Среди участниц девочки от 5 до 11 лет. В последнее время соревнования для этого возраста проводятся заметно больше, а результаты не заставляют себя ждать. Так как эти соревнования для молодых гимнасток, я скажу о молодых гимнастках, у нас много очень талантливых детей. Недавно прошли всероссийские соревнования в городе Звенигороде. Наши две девочки, ездили только двое, были на пьедестале почёта. Об итогах турнира «Амурский ручеёк» и о перспективных гимнастках Хабаровска расскажем в программе «Хабаровск спортивный». Олеся Куприна, Евгений Власов, Хабаровск. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин